Субтитры сделал DimaTorzok О чем он? Группа социально заангажированных и активных молодых людей и студентов отправляется в джунгли Амазонки, в Перу, чтобы спасти от уничтожения некое дикое племя. Злая нефтяная корпорация нашла там какие-то залежи и говорит давайте нахуй рубим весь лес и туда же этих аборигенов и будем там бурить свои скважины. А эти студенты говорят, нет, это же неправильно, они же там, у них же своя культура, все дела, давайте полетим туда и там прикуемся к деревьям, ну сделаем такую акцию протеста, все это снимем на телефон, прямой эфир запустим и тогда нас всех увидят и тогда, тогда эта злая корпорация отступится и мы обратим внимание СМИ на это все дело происходящее. Ну как бы так и происходит в первые там 10 минут фильма. Они садятся в свой маленький частный самолетик и улетают. Ну как бы недолго летят и у них начинает барахлить двигатель и как бы самолеты пи***ли, они падают в тот же лес, как бы не очень далеко от тех племен, которые они пытаются спасти. Ну и получается, что за что боролись на то и напоролись. А напоролись в прямом смысле слова, если вы понимаете о чем я. Одна треть пассажиров на**ается прямо во время падения, они там пи***ли летают из горящего самолета. Второй, третий пи***ли, когда они приземляются, то есть там их попротыкало всякими деревяшками и пропеллером и всем чем можно. И вот уже весь оставшийся фильм это про ту небольшую кучку чудом в живых оставшихся людей. Дело в том, что аборигены вообще ни пи***ли не знали, что им грозит какое-то вымирание и что их спасатели вот как бы к ним нагрянули. Поэтому они вообще с ними пи***ли не церемонятся. Все как мы любим. Но кое-кому удается выбраться. Кому? Не скажу. Весь фильм выглядит так, как будто бы его снимали на какой-то не очень дорогой фотик. То есть киношной картинке в нем вообще пи***ли. Он реально такой цифровой-цифровой. У меня на это есть два возможных объяснения. Первое. Это то, что создатели фильма хотели добиться такой, ну, реалистичности, скажем так. Да? Такой антуражности, что вот это как будто бы друг друга люди снимают там на телефон или на какой-то фотик, опять же. Но вторая моя версия, скорее всего, ближе к правде и гласит она так. Продюсеры сказали, вы че ебались тащить дорогую технику, г**ть знает куда, б**ть. Наьте вам дешняк и пи***ли снимайте, что хотите. Актеры в этом фильме делятся на две категории. Это аборигены и не аборигены. К игре аборигенов вообще никаких вопросов нет. Они очень, нахрен, антуражные. У них там все по-настоящему. А вот что касается не аборигенов, у него там, п*****, чувствуется разница между актерами главных ролей и второстепенными. Внутри своего жанра фильм, в принципе, нормальный, смотреть можно. Единственное, там есть пару таких смешных п*****, но можно и закрыть глаза на это. А еще нам в конце намекают, что будет вторая часть. И если вам нравятся фильмы, в которых заживо п*****ют руки и ноги людям, то, я думаю, он вам понравится. Вступайте в наши группы в соцсетях. Ссылочки должны сейчас появиться внизу. Подписывайтесь на наш канал, а? Подписывайтесь на наш канал.